здорово ребят сегодня у нас реплейчик 2 на 2 сразу маяк какой-то значится мордор играет алекс за мордор играет мэйкин против них за им адрес играет трай трай окей кажется но это какой-то очередной ник который читается как-то на русском языке но я не выкупаю и за гондора играет эврос давайте ускоримся посмотрим за мордорами для начала в принципе два безопасных пинда у гондора тоже это нам немного напрягает это не так ужасно конечно но лучше все-таки прикрывать фирма бараками ладно здесь тоже все более-менее нормально даже на жадничьих немного странно что ему хватило походу он чуть-чуть медленно фермы строил поэтому ему хватило на пятку сразу могу ошибаться давайте посмотрим тройкоти побежали мечники на разведку строится еще под гондор должен 2 ставить пара у него есть деньги и он его ставит а вот я за не заметил у него тут еще 2 фирмы понятно это тоже в эку получается мой любимый билд че за мордор тут тоже разведка побежала и здесь походу тоже самое да 2 барак ставится что интересно за ингу райоти хочет забрать крип элрос устал ножки устали немного прям как у меня можно драться кстати с этими оргами нужно прожать вот это мейкинг понял что ему там не потащить он отступает делает апгрейд но только копием жили бабосиков не хватает хватает бабосиков но затупыч случился небольшой у него подходит под гриппы ему уже нельзя отступать это очень хорошее сражение для элроса забыл прожать оборонку в этой ситуации он может несколько отрядов пробить мейкинг отступает не стоит это делать а он окей окей это байд был я думал он совсем отступит просто ферму нужно было потерять но нет это был байт он неплохо так прокоцал мечников и в принципе отбивает эту первую небольшую атаку тем временем его тиммейт алекс настигает ему прогнал ее скриппа и кто-то на жадничах он хочет отдать опыт некроманту это не очень-то мудрое решение потому что тут не сильно много опыта придет а погодите вот что я заметил точнее от вот что я не заметил изначально они играют в повелителя земли или как он называется овернет нифига вспомнил значит пардон этот опыт продублируется двум некромантом так что в принципе ну все все равно мало но тем не менее ну-ка я прав нет я не пара я понял свою ошибку прошу прощения опыт дублируется когда прислужники прокачивают они некроманты все я был неправ но они все равно быстрее качнут своих некров через такую тактику разумеется но все-таки не знаю типа 1 поставлять крип не так уж и важно я бы не парился вот если на карте есть крип пауков то через эту обилку некор может сам себе качнуть второй левел довольно быстро где-то за минуту-полторы тройотти теряет ферму возможно еще одно потеряет мейкинг тоже хочет качнуть своего братана и все пока что ничего не происходит но правда бедствие на базе и мы происходят фермы падают постепенно у гондора очень много мечников почему-то одних мечников много странноватая тактика против мордора но справедливости ради у мейкинга супер мало войск так что их можно разбить чем угодно и это сработает он сейчас рискует не забрать этот крип мне кажется л раз не совсем понимает что происходит но в любом случае л раз пользуется ситуации и разбивает лица оркам так что он в плюсе в любом случае заберет или не заберет и он не забрал неплохо а также л раз может отменить нет места не сможет ладно опыт некроманты так тем временем драйотти отстраивают эку к несчастью алекс не строил подкрепление вообще никакие поэтому он ничего не может сделать сейчас может пройти довольно неплохая контратака я снова когда забыл показать ну ёптить у алекса могут быть большущие проблемы но он это осознает он штампует одних лучников как минимум половину экономики может снести тройотти если разделить свои войска и будет бить все одновременно тем временем мейкинг движется в центр выход в берегон да и конница элроса нас гуль это его кажется да алекс построил нас гуля и нечто странное тройотти отступает имея более сильную пачку войск возможно это причина того что он отступает ну ладно у него был очень хороший шанс отбить все потери свои он им решил не пользоваться но с другой стороны у его тиммейта проблема какая-то одну супер стрёмная тактика поэтому может быть он идет ему помогать как раз таки одни мечники господи за что так стал ворчант мейкинг отступает алекс уже в пути но никого там еще находится все еще в принципе орки успешно ушли и думаю можно отменить ферму поставить статуи сейчас тройотти не хочет сражаться появился глор финдель теперь у него есть лидер к нужно спасти рабочего отлично у мордора в основном одни лучники поэтому не стоит туру держать можно его так посылать попытка убить маршала и но надо было агрессивно конечно подрубить но пойди он все равно не должен его убивать тут но в целом тройотти прогоняет мордор так тут продолжает мейкинг драться а чел сидеть продолжает думаю о чем там не не совсем понимаю почему так долго строится у него конница он походу не заказал после постройки конюшни отряд ему одного отряда не хватит несмотря на то что тут нет копейщиков одного отряда будет мало нужно как минимум два если он сразу покажет один отряд во первых он его потеряет пускай там задавит какую-то часть орков во вторых мейкинг потом отступит и построит копейщиков и вся эта тактика развалится поэтому ему ни в коем случае нельзя сейчас конницу отдавать сражаться в принципе можно пока ферма дерется но они куда-то бегают что-то он решить не может в общем что ему делать в итоге мейкинг отступает тем временем нас гули на фидон или некра уже практически до 2 левела и здесь уже есть 2 левел и что это это долгул дурские лучники также затем мы смотрим за мейкингом он докачался союзников мордора и при помощи востаков продавливает всех сожалению элрос оказался ну басом он показывает эту конницу при том что им тиммейт пришел на помощь и как бы можно было бы прожить теряет отряд и в итоге мейкинг отступает причем шоколаде по идее до 2 левел он тоже получает и он что делает нифига он в черных всадников решил выйти эту тактику очень редко увидишь он прям маячит видимо кстати если вы настолько наглая морда что играйте в эту тактику то я советую черный замок строить где-то где он будет защищать ваши постройки примеру возле этой фермы допустим вот так поставить потому что тени которые бегают вокруг замка если вы его грейданули магии моргула они когда убивают врага превращают его труп в призрака таким образом можно на спаунить довольно приличное количество призраков но суть в том что пехотой эту ферму снести было бы крайне сложно а здесь толку от этих ребят никакого нет они даже лесопилку не защитят потому что им придется бежать то есть скорее всего мечники которые здесь бы что-то сносили ее бы быстрее снесли чем чем те не бы пришли на помощь так сказать тем временем у тройки появились близнецы их наверное стоит переключить на мечи и запихнуть вот сюда чтобы они нарезали сплэшом мейкинга копии есть но зато копейщиков нет у его тиммейта алекса поэтому оказывается что я был неправ и конница все-таки не бесполезно тем не менее бесполезно в целом армия элрса у него очень мало войск которые практически все сдохли у мейкинга началась паника так как его тиммейты убивают он боится сражаться и в итоге стражи белого древа вырезали половину его орков это на самом деле фиаско но его на с гули в принципе получили очень много экспы давайте посмотрим на микро или нет мне казалось что очень много получили но нет нифига видимо там все таки мало отрядов и не задавили начинается х 1 будете маршал на шестом она может быть идея в том чтобы маршала до встанет к выкачу боже он продолжает одних мечников строить что это за приколы минус ферма гондору наверное стоит на помощь прикину тройте решил что не будет рисковать этом о флаге сделал два мага уже и так полагаю что через они там не брал хранителя знаний учитывая что он два барака поставил я думал он через ауле будет играть чтобы все таки он решает сражаться в соло это большая ошибка элрос приходит на помощь но мне кажется что пока он дойдет тут уже половины армии не будет кажется там глор финдель погиб до его клинком ударил один из гулей маршал скорее всего гор ну я был неправ не умерла половина армии только герой не вижу а вот они как раз грязницы значит нарезают и в целом верхняя команда выигрывает стычку очень странно но хотя у алекса неплохая пачка еще остается может они еще подерутся как мейкинг проигрывает я не понимаю ох тройотти допустил большую ошибку но мейкинг испугался этого отряда копейщиков и решил не давить второй раз можно было перебить большую часть лукарей тем более там призыв был готов надо было его на мясо пустите на с не додалливать но он решил что ему не стоит это делать по всей видимости так тем временем элрос хоросит экономику своей конницы короче элрос все-таки смог конницу реализовать она уже в прям никак как бы я не хейтил не могу сказать что она бесполезная но у тройотти по всей видимости одни копья остались и орки его прогоняют тут король чародей стан еще не узался у мейкинга очень слабая армия до сих пор он играет в мечников моргула и лучников долгул дур но я не вижу их он как будто не подстраивает подкрепление отряд нас гулей сильно покоцанный элрос просто решил свинить всю свою армию тройотти ушел но она теперь он тоже уходит копейщики пошли мешать конницы харасить фермы чуть-чуть войск подвел мейкинг совсем мало и начал строить какие-то войска но можно отсюда копейщиков добавлять например супер мало войск это даже не армия здесь настолько насколько мне не нравится армия гондора настолько же мне не нравится армия мейкинга но зато тиммейт тащит у него все хорошо мы видим что он вышел в уроков лучников то есть у него теперь практически фул баф на долгул дурцев ему не хватает только годмага хотя может он там есть я просто не заметил закидывается третий тир а я вот я вот хотел сказать как как же так вроде у алекса армия лучше но мейкинг лучше прокачен почему так неужели за счет давки оказывается что он просто перекачаться решил все подряд берет абсолютно все подряд абсолютно ли это чей ага к ч от мейкинга тоже открылась тайна куда делись все деньги тем временем у алекса уже прям очень мощная армия пошли костеланы прайоти уже не может ничего сделать его войска в панике побежали на смерть врывается конница и его разбивают в нулину что же будет делать в это время элрос он продолжает строить мечников в малых количествах и копейщиков возможно кто-то скажет что элрос нубас и я соглашусь с этим высказыванием но с другой стороны он упорно идет к своей мечте он не смотрит ни на кого не смотрит на своего тиммейта он обязан дойти до своей цели цели это скорее всего проигрыш в матче конечно же но тем не менее его упорство достойно уважения я не понимаю почему тройоти еще не ливнул из игры он по сути играл весь матч в соло и его разбили то есть шансов на то что матч продолжится нет ну по крайней мере мне так видится может сейчас что-то произойдет необычное но он не ливает мейкинг не хочет идти в бой ухты подгорели орки но он харасит зато хоть бы один отряд лучников хоть бы один как вообще размениваться в бою неплохо покоться на сгулей напоминаю король чародей верхом на свои кобылки не бьет с клэшом так что если вы думаете что но если вы хотите играть такую тактику вы думаете ворваться в толпу под станилкой и всех перебить так не получится что он делает а ну окей вообще не получилось но зато алекс выигрывает ему нужны огненные стрелы и игра закончится на этом и он как раз работает над апгрейдом огненных стрел так что у нас там светится это явана кажется черт ну да зеленый зеленый глаза меня подводят я вам я не обратил внимание в уже пьюзл цель физки лес не животных и заметил минус библиотека он сейчас грейды заберет вся база обосрана эльфы не могут нормально двигаться мэйкинг не хочет подраться но кстати у мэйкинга до сих пор хреновая армия так он решил спешить своих пацанов у него еще один стан есть к че теперь может сплэшом кого-то покоцать и удается станчик отлично хорош нужно ближе подойти влетает конница сзади пираты гендальф оказывается у него есть есть клинок гендальф не должен выживать отбрасывает его тем самым отменяя гландринг юзается клинок и помянем волшебника или нет придется ему обратно лететь в небеса на своем метеорите так мох ноги с ним больше не потусят на помощь приходит алекс меня ждет смерть где-то там умирает глорфиндель блин мэйкинг но какое позорище ну как же можно настолько слабая армия что чел который играет в одну пехоту без лучников выигрывает то есть вдумайтесь пришел алекс с хорошей армией на помощь а мэйкинг все равно всю свою армию потерял пипец мне кажется что он он слишком сильно увлекся вот этими вот ребятами он контролит этим отрядом не хочет его потерять и поэтому он не кон мне показалось что он сам себя кинул и поэтому он не контролит ничем другим и поэтому он не подстраивает войска не ну принципе армия алекса не сильно пострадала что опасность так что наверное не в себя кидал так и это кидал алекс анимейкинг 22 очка в кармане скоро будет грон то есть можно в принципе проехаться снова кого-то подавить или фермы покоцать их будет конец игры и кстати алекс в принципе тоже не отстает у него бы уже была двадцать пятка если бы он и брал все подряд тут окопы вырылись трой ати по ходу в тельке ничего же не делает да и это два господи боже луха блин я такой сижу и думаю коментить турнир или коментить последний реплей который я закинул в папку с реплеями с тех что мне кидали наверное от каменчу все таки последний реплей а тут вон что мотаем и огниные стрелы появились мэйкинг почему-то маячит всадников своего тиммейта я не понимаю алекс походу их построил потому что ему уже нечего строить у него есть все кроме троллей и катапульты ну катапульты не нужны у него огня полно он по приколу их сделал и он кстати слива хотя копейщики закончились не совсем он их сливает если честно ну что ж главное сражение века армия мордора против армии элрос там есть конница и вроде как открылась окно позволяющие продавить чуть-чуть лучников нужно подвести каву и и очень много армия мэйкинга по-прежнему кусок говна но у него есть саппорты их много как так получилось эти подстан попали эти нет проехали мимо лучников продавил едет дальше тут достаточно копейщиков никого они не продавят лучше уезжать наверх там конница еще жива ее можно за крепу завести еще один стан ну все помянем и так до гронда докачался алекс до гронда докачался мэйкинг десятый левел клево-клево я назову этот реплей два бэмщика мэйкинг решил поприветствовать свой димейт при помощи камней вебала этого гронда можно гондар но не суть давайте промотаем на этом игра окончена не издевайтесь над новичками как вот эти вот ребята снизу это нехорошо попортились себе кара лин красивая красивая пачка под конец в сюжет очень красивый всем спасибо что посмотрели надеюсь хоть кому-то это дерьмо понравилось берегите себя